В этом доме по адресу Развилка 35 проживает около 300 человек. На 95 квартир два лифта, пассажирский и грузовой. Обоим уже, как и дому, 24 года. В феврале пассажирский в очередной раз вышел из строя. Он подлежит замене. Отремонтировать его своими силами управляющая компания не может. Да это и нерентабельно, уверены представители УК. Выгорел пульт управления полностью целиком. Замена этого пульта управления где-то порядка 800 тысяч стоит. Мы узнавали и думали, что может быть каким-то образом мы осилим это мероприятие, но слишком большие денежные средства неподъемные для этого дома. Это как бы работа капитального характера и мы не можем собственными силами восстановить лифтовое оборудование. Специализированная организация у нас Юклифт, тоже пытались запустить, но у нас ничего не получается. Чтобы заменить лифт на новый за счет средств фонда капитального ремонта провели общее собрание собственников. После того, как соответствующая документация по итогам собрания будет подготовлена, ее направят в администрацию, где дом должны поставить в план капитального ремонта на 2020 год. Но жители и член общественного совета сельского поселения Иосиф Гринберг опасаются, что процесс замены может затянуться. «Может быть в 2020 году, а может быть в 2023 или даже в 2025, что тоже очень удивляет, что не должно быть. На сегодняшний день работает один лифт из двух, который тоже, конечно, работающий лифт тоже иногда ломается, что это ужасно. И что в этот момент делают людям, живущим, например, на 16 этаже». А пока жители вынуждены пользоваться всего одним лифтом или ходить пешком по черной лестнице. «Мне-то и главное, я на втором этаже живу. Вообще людям тяжеловато. Ну и потом это тоже иногда ломается». «А люди, которые живут на 16-м, на 15-м, у нас много пожилые, инвалиды. Как это без лифта? Инвалиды у нас есть, колясочники даже. Поэтому это просто необходимо». Единственный действующий на сегодняшний день лифт тоже работает, как говорится, на честном слове, и того и гляди сломается. Поэтому местные жители очень надеются, что администрация пойдет им навстречу и поможет произвести замену как можно скорее. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Видное ТВ.